Роман Виневитина, командир 72-й бригады, который был задержан группой ЧВК «Вагнер» с обвинением в том, что российская армия стреляла в спину уходящим подразделениям ЧВК «Вагнера» в Бахмуте. И вы видели это извинение со стороны российского полковника, явно побитого ЧВКшниками. И, по сути, это было такое публичное унижение. Вы знаете, еще Вебер писал о аппарате насилия как одном из критериев государства, монополии на аппарат насилия, на применение насилия. И когда мы видим вот эту вот картину, мы понимаем, что ни Пригожин, ни Уткин, ни тем ЧВКшникам ничего не будет за избиение российского военного. Вопрос, существует ли российское государство как таковое? Ну, российское государство давно превращено в фейл-стейт. Это связано и с множественностями систем насилия. Ну, почему мы сейчас-то это обсуждаем даже? Я уже про это даже говорил, что когда там есть внесудебные казни, они же не только как-то на поле брани были, а у нас есть республика, в которой, в общем, человеку засунули в рот гранату, взорвали, и родным сказали похоронить его как собаку, без всяких опознавательных знаков. Так, на секундочку. И это там произошло не вчера и не позавчера. И это происходит там уже десятилетиями. Поэтому систем насилия, множественность границ и так далее. Поэтому если брать с классики, да, с классики жанра, так Россия фейл-стейт. Но это, в общем-то, не мешает ей организовывать в том числе и войны на соседних территориях. Поэтому тут как это? Фейл-стейт фейл-стейтом, но уничтожить чужую территорию да на раз-два. Когда Максим Кац называет своей передачей Кадырова бандитом либо батальон Ахмат потешными войсками, ну, я понимаю, потому что Кац находится за пределами России. Когда я слышу пикировку между Уткиным и Делимхановым, в которой Уткин недусмысленно даёт понять, что мы уже с вами встречались, намекая на чеченскую войну, намекая на то, что эти люди были по ту сторону баррикад, ну, это прямой намек и прямая угроза Кадырову из России, на которую Кадыров, в общем-то, тоже не реагирует. И такое впервые. Одно дело – критиковать Кадырова за пределами России, а другое дело – когда ты это делаешь в России. Вот как вы воспринимаете? Во-первых, это, во-первых, не впервые. Во-вторых, мой тёска Дмитрий Валерьевич Уткин, человек и в первую, и во вторую чеченскую войну, известный в узких кругах. Ещё задолго до того, как он организовал, соответственно, ЧВК, и он был, собственно говоря, организатором ЧВК, а не Евгений Пригожин. Евгений Пригожин – это такой фронт-энд. И отношение Дмитрия Валерьевича, в данном случае, к чехам весьма-весьма давно известно. Поэтому эта пикировка не первая и не последняя. И она точно была вне рамок даже 2014 года, она была существенно-существенно заранее. И это мнение очень многих людей, которые служили и служат сегодня и сейчас в ПСБ, ФСО и всех остальных. Поэтому это столкновение понятно. Именно поэтому, если кто-нибудь когда-нибудь поедет в Дагестан через Чечню, поэтому там до сих пор стоят блокпосты на въезд в республику, военный блокпосты. И вы без проезда между бетонными блоками не въезжаете в республику, подчёркиваю, которая давным-давно отсутствует военное действие, отсутствует, что бы то ни было. Но тем не менее, когда проезжаете, как фактически границ. Поэтому, в общем, и реакция Уткина, и реакция, как говорится, Рамзана Ахматовича Кадырова, и в том числе и примирение, которое произошло между Евгением Викторовичем Пригожиным и Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Ну, это условное примирение, потому что так, как Пригожин примирился, это была такая неприкрытая угроза. Ну, я могу сказать, что, Господи, такое количество... Вот вспоминая, как это проклятые 90-е, ведь банды между собой как-то тоже договаривались, делили территорию, делили коммерсов, подминали их под себя, делили власть. Так что, в общем, ничего нового в сегодняшней итерации мы его... Я не наблюдаю, честно скажу, что... Ну, еще на этом фоне просто вот я... Извини, что, Миша, когда я вот еще вижу вот это вот брюссельское все, я так... Ну... Ребят, дело в том, что когда Владимир Владимирович, например, создает, профилирует реальность, и он в эту реальность живет, верит, у него есть хотя бы ресурсы. Я хотя бы могу понять, что человек как-то за базар отвечает, он с теми ресурсами, которые он там прижал, не прижал, которым принадлежит, он реальность может практически любую создать. И когда на этом фоне вроде люди бы умные, интеллигентные, занимаются абсолютно тем же самым, но только без всяких ресурсов, они занимаются абсолютно... Они прямо альтер-эго, они прямо зеркалят. Они вот... Хочется... Вот понятно, что публично они могут там что-то там... кроме как использовать вот дерьмо на вентилятор. Вот хочется задать, а вы... Вам не кажется, что если вы используете те же самые методы, то делает ваш оппонент, то вы являетесь, в общем-то, его зеркалом, и между чем и чем вы предлагаете, например, какому-то условному россиянину выбирать? Этот выбирает... Он может сказать, я вот там выбираю такую, надо зиговать, вот вам деньги. А вы чем? Там бандитскими группировками, что называется? Дмитрий Владимирович... Люди уже в этой парадигме жили. Люди, вот десятилетия, вот под бандитами, вот откуда возникли, собственно говоря, новые правители новых присоединенных территорий? Те, кто там живут, они знают, что это обычно были бандитские группировки, которые в определенный момент только российская власть использовала. А вы-то делаете такими же методами? Дмитрий Валерьевич, ну вот я, как, знаете, добрый и злой полицейский, злой полицейский, давайте по поводу добрым полицейским и встал на защиту собрания Брюсселя. Вот, с одной стороны, вы правы, но с другой стороны, вот чисто рационально, как бы, объясняя, да, у этих людей нет никаких перспектив России, их отторгла система, более того, по примеру Гозмана, мы видели, Гозман вернулся, его все сделали, чтобы он и ехал, да, ну, то есть это, я понимаю, как функционирует российская система, на каком этапе, если она выдавливает, то она выдавливает человека. Вопрос в другом, вот что сейчас, объективно говоря, этим людям делать, я даже говорю про тех, у кого есть деньги, уровня, там, Ходорковского, да, уровня, там, ФБК и так далее. Понятно, что при нынешней ситуации у них вообще нет никаких перспектив, вот вообще нет никаких перспектив. Но и у Ленина не было никаких перспектив в году, так, 1910, 12 и даже 16. Да, понятно, было подполье, но, послушайте, подполье было загнано под лавку. Речь о другом, все равно был сильный аппарат, речь о другом, что когда государство, оно вваливается, в любом случае, появляется условный шанс, а дальше, если ты Мартов, так ты, извините, говоря, в жопе, если ты там, ну, кто-то другой, значит, ты в дамках. Все очень просто, ну, так-так функционирует, но, по крайней мере, к этому этапу нужно подготовиться. Есть, ну, хорошая попытка, как бы, быть адвокатом, надеюсь, что не дьявол, потому что, говорю, очень многие, там, есть люди, которых я глубоко уважаю, те, кто отвечают как-то за базар своими деньгами, это очень хорошо, то есть, они оплачивают свои виски, вот это очень, это очень-очень важно. Кстати, не забудьте, Миша хоть денег тебе накинуть и подписаться, ради прилич, потому что свой виски надо оплачивать. Вот, ну, это мой подход. При этом, если мы возьмем, что же им делать все-таки, я почему сказал, что вот у нас назначены выборы, ребята, какая реакция? Вы должны сопровождать действующих, вы не можете отрываться от повестки, если вы называете себя политиками и оппозицией, оппозиция, это может быть только те, кто борется за власть, точка. Ну, хоть как-то отреагируйте, посмотрите всех этих кандидатов, ну, разберите их на составляющие, сопровождайте какие-то политические, у нас же огромное количество принимается там, репрессивных законов, у нас есть реальные оппозиционные депутаты, там, и ряд яблок, это КПРФ, это ребята, которые не в статусе, в первую очередь, в самом яблоке, в самом КПРФ, и даже в самом ядре, черт побери, разберите Затулина, что он сказал, ну, а уж он ядрос-то ядросом, либо поддержите, или наоборот, там, расскажите о том, как это плохо, что делать-то понятно. Дмитрий Валерьевич, вот мы сейчас, как я заканчиваю наше интервью, появилось обращение Романа Веневитина, о котором мы с вами говорили, видите, как мы попали с вами, и он опубликовал обращение, значит, в котором заявил о пытках со стороны наемников, регулярных похищениях российских военных, а пригожно уличает в политическом пиаре. Значит, и вот что он говорит, но там рассказывает о давлении, значит, о похищении одного военного, например, Веневитин, держали в холодном подвале, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином, угрожали сжечь. В апреле-май другого бойца опустили, и тот покончил с собой. Значит, ну и так далее. И пишет о том, что ВС ничего не минировала, никакие тылы от ЧВК, и это все пиздеж. Значит, у наемников нет тылов, они есть у бригады Веневитина. Ну и так далее, и так далее. Я, в общем, это все пересказал. Ну, понятно, что Веневитин так выступил после, скорее всего, разговора с кем-то из руководства Минобороны, там, Шойгу и так далее. Ну, вы извините, но вот это мне напоминает уже просто 90-е годы и аттестацию ЧВК Вагнера просто как боевиков какого-нибудь Басаева либо Хаттабы и так далее. Ну, то же самое абсолютно. Ну, то есть, как он описывает ЧВК Вагнера. Но при этом все-таки ЧВК Вагнер — это же свои. Ну, это, скажем так, публицизация, извините за такое выражение, российской политики в таком ключе. Она точно приближает Россию к военной конте? Потому что мне кажется, что она приближает Россию к гражданской войне. Нет. Ну, просто, знаете, для того, чтобы появилась гражданская война, для этого граждане должны быть включены. Нет, это именно военный хунт, когда, как я сказал, мой посыл, что будет пять группировок, ориентировочно там, понятно, я, сорян, не провидец, у меня шара нет, который между собой сначала будет шибко. Ну, группировки достаточно большие, там, условно говоря, до 10 тысяч там боевиков с уже тяжелым группой. То есть, там чисто политическое. Потом три из них договорятся о разделе сферы влияния, не о разделе России, потому что я тоже периодически вот этот раздел России, там, вот эти, к этим одно отойдет. Это невозможно экономически, потому что, уже объяснял уже 300 раз, ни одна группировка не может взять какой-то, например, тот же Татарстан и отделить его, потому что тут же возникают границы. Они могут разделить сферы влияния. То есть, если вас очень сильно, как это, вам нравятся те термины, которые я применяю, с точки зрения системы управления, потому что любой бандитизм это тоже система управления. Это называется матричное управление, когда возникает у ряда там, органов исполнительной или там, законодательной власти, например, в корпорации или в компании, по сути дела, двое подчинений. Возникает рабочая группа и там, какой-то непосредственный руководитель. Поэтому нет, гражданская, для того, чтобы гражданская война возникла, должны быть граждане включенные, а граждане отморозились. Отморозились очень давно еще при советской власти. Есть государство параллельно, есть мы. И на этом фоне, соответственно, вот у нас возникают некоторые персонажи, как раз, бруссельские, которые пройдут там, ну, что такое Рамзан Ахмадович Кадыр? 30 тысяч штыков. 30 тысяч штыков. Ну, то есть, я хочется сказать, просто чисто, чисто математически. Или там, тот же Евгений Викторович Пригожин. Ну, по моим оценкам, так, плюс-минус, это порядка 10 тысяч штыков. Но у него немножко послабее позиции, потому что у него нету официального статуса, как я сказал, и очень напряженные отношения с тем, кто ему может выдать оружие, то бишь, с министерством оборот. Ну, так что там против 10 тысяч штыков хотя бы там, вот, как там Брюссельцы-то выстоят? Они там сильны своими там мужцами. Нет, понятно, что там захватить, как я уже сказал, повесить главу сельского на поселение или его пристрелить там местного прокурора, местного там какого-нибудь служащего пенсионного фонда, это возможно. Вопросов нет. Но только это ни на что не влияет. То есть, это такая мелкоместь какая-то, такая дешевая. Дмитрий Валерьевич, главное, чтобы у брюссельцев была капуста. Если будет капуста, так капустой можно и своего ЧВК создать в нужный момент. Нет, для того, чтобы помимо капусты нужно еще обладать яйцами, потому что для того, чтобы управлять бандитами, называя своими именами, все вот эти легионы, в том числе там тот же французский легион, просто немногие понимают, что туда во французский легион отбирается вообще редкостное отребие. И вот создание вот этих всех... Вас бандит даже с деньгами слушать не будет. Он будет слушать только кулак. Если у вас этого кулака и умение бить мордой, выбивать зубы, юшку по морде раскрашивать ее нет, то, ну, я, поскольку я с бандитами работал, и я, например, за себя бы не поручился, что я такой прям очень сильный пацан в авторитетях. Хотя да, многие знают, что я там и первый Дан там в 93-м году и 150, в 53 жму так на секундочку, и, ну, есть определенные какие-то кондиции. Но я бы, например, за себя бы не поручился, там, и взаимношения с синими у меня весьма и весьма неплохие. Но я как-то, знаете, вот, как-то не натягиваю сову на глобус и не рассказываю, какой я крутой. Потому что я понимаю, что как-то есть... Надо чуть-чуть еще больше кондиций. А вот это сопляжу и собаки там в прыжке, я же их всех знаю живьем, которые потрясают своими худенькими кулачками и там прямо, блядь, завтрашние императоры России. Хочется сказать, кто ты? Кто вы там? Их там такое количество. Лен, я просто в ахере. Просто вот в этом, вот в этот прямо разрыв такой, знаешь, шаблона. Люди в адеквате, но изображают абсолютные неадекватности. Дмитрий Валерьевич, спасибо вам большое за это интервью. Уважаемые зрители, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Это очень важно. Продвигайте видео, ставьте лайки, комментарии, распространяйте видео. Это очень важно для продвижения этого контента. Спасибо огромное, Дмитрий Валерьевич. Спасибо. До свидания.